Уважаемые друзья, сёстры и братья, все присутствующие, мир вам! Мы рады разделить с вами общение вместе с нашей семьёй. Мы приехали со штата Вашингтон, где мы уже 7 месяцев, а до этого мы приехали со Свердловской области, с Уралом. Сам я родом с Украины, с Львовской области, город Червоноград. В 16 лет я оставил дом, поехал на миссию в Удмуртию, город Ижевск. Несколько лет был в этом городе, после чего я переехал в Свердловскую область и трудился там. Бог мне дал привилегию ещё быть у Вас в гостях лет 10 назад. Это ровно было 10 лет назад. И ещё раз благодарю за гостеприимство и поддержку. Ваша участь есть и в нашей церкви, и в том регионе, где мы трудились. Сейчас я хотел бы поделиться Божьим Словом и прочитаю первое послание апостола Петра, первую главу и с третьего стиха. Первое послание апостола Петра, первая глава и с третьего стиха. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мёртвых, к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божью через веру, соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время. Об этом радуйтесь, поскорбевши теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнём испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа, которого, не видевши, любите, и которого доселе не видя, но, веруя в Него, радуетесь радостью неизреченной и преславною, достигая конца веры вашей спасения душ. Три путника остановились на ночь в дороге. Все они были верующие, и в этот вечер они свидетельствовали друг другу о великих чудесах Божьих. Один рассказывал про своего сына, который, достигший 14 лет, взбунтовался и сказал, «Я не хочу вашей церкви, я не хочу вашего Бога, я не хочу вашей веры», и ушёл из дому. Отец говорит, «Я, как в той притче о блудном сыне, не стал бежать за ним, но я попросил церковь, мы с семьёй пошли в пост в молитву, и через два месяца мой сын вернулся, но вернулся совсем с другим сердцем». И на сегодняшний день вся наша семья, мы служим Богу. И два путника, которые услышали это свидетельство, говорят, «Да, такое может сделать только Бог, изменить молодое, строптивое, гордое, бунтующее сердце». Второй говорит, «У меня тоже есть свидетельство, у меня жена заболела смертельной болезнью, и доктор сказал, «Ты не должен питать иллюзией, готовьтесь к самому худшему». Но я не согласился с этим диагнозом, я попросил церковь, мы с семьёй молились, постились, и уже прошло много лет, Господь оставил нам маму, оставил мне жену, и эти два путника сказали, «Да, такое может сделать только Бог». А третий говорит, «Я занимался бизнесом, и мне предстояла очень важная сделка, я вложил туда почти все свои деньги, и мне не хватило, я ещё занял, и когда эта сделка состоялась, в результате я прогорел». И вот этих два говорят, «Слушай, у нас как бы тема о великих делах Божьих, а ты о проблемах». Он говорит, «А чудо Божье и дело Божье заключается в том, что после этого я не перестал верить в молитву церкви, и не перестал верить в Бога». Есть вера, которая благодаря, и она имеет место быть, но есть вера, которая вопреки. И вот об этой вере я хотел бы сегодня вместе с вами немножко поразмышлять, о вере драгоценной и о дешёвой вере. Апостол Пётр рассуждает о великом спасении, который дал нам Бог. И он перечисляет, что вместе со спасением в нашу жизнь пришли такие благословения, как упование живое. Мы имеем живое упование. Мы приехали с России, и у нас по сей день там лежит на Красной площади упование мёртвое, которое называется вилл, и никак не могут похоронить. И многие-многие годы люди шли туда, поклонялись, и это было серьёзным упованием, но оно было мёртвым. Наше же с вами упование, оно живое. Христос воскрес. И это приходит вместе со спасением в нашу жизнь. Но не только упование живое. Он говорит, наследство нетленное, чистое, неувядаемо, хранящееся на небесах. Поэтому я вас поздравляю, сегодня самые богатые люди в Сейлме собрались здесь. Слава Богу! Потому что у нас великое, неувядаемое, которое не подвергнуто дефолту, кризису. У нас есть наследство. И Писание призывает, ввиду этого, что мы самые богатые люди, говорит об этом, об этом, радуйтесь. Когда последний раз мы радовались от того, что мы имеем спасение, мы имеем наследие, мы имеем живое, великое упование, мы богатые люди, Библия говорит, об этом радуйтесь. У вас должны быть положительные эмоции. Для меня привилегия быть христианином. Для меня это не бремя. Для меня не бремя читать Слово Божие. Для меня не бремя общаться с Отцом Небесным. Это великая привилегия. Это жребий выпал на мою долю. И поэтому сегодня прославляю Господа. Но Писание добавляет, что об этом радуйтесь, поскорбевшие. Оказывается, в жизни могут быть ситуации, когда человек как бы радуется, но у него есть скорби. И когда в человеческое тело приходят противоречия, когда человек начинает чувствовать дискомфорт, у него противоречие в теле, он начинает болеть. Если с этой болезнью человек не справляется, его иммунитет, если он не выздоравливает, то бывают моменты, мы видим, мы знаем, что человек умирает. Тело не может выдерживать противоречия. Мы очень нежные, мы не можем терпеть холода, мы не можем терпеть жиры. И если это продолжается, человек просто умирает. Когда на уровне души, у личности проявляется противоречие, то такого человека куда отправляют? Говорят, у него что-то с головой ненормальное. Душевная болезнь. Друзья мои, но когда противоречия приходят в дух, я хотел бы сегодня сказать, друзья мои, о том, что дух выносит, переносит противоречия. И одно из противоречий мы сейчас прочитали. Оказывается, что можно радоваться поскорбевших. Мы иногда переживаем благодать, когда мы на похоронах наших родных. И мы понимаем и говорим, Бог, если ты нам не поможешь, то мы не сможем через это пройти. Я слышал свидетельства, я сам это переживал, потому что у меня близкие отходили в вечность, что Господь дает сверхъестественный мир. И когда-то хоронили маму, и мы отца спрашиваем нашего, ну как? И он говорит, это были благословенные похороны. Если так можно сказать. Оказывается, что дух человека, он переносит противоречия. И Библия говорит, мы можем быть блаженными, даже тогда, когда мы плачем. Мы можем быть блаженными, когда мы нищие. В мире все по-другому. Но здесь Писание говорит, мы можем радоваться, поскорбевши. Теперь немного, если нужно, от различных искушений. Цель какая? Почему мы терпим искушений? Почему мы терпим испытания? Для того, чтобы наша испытанная вера оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытанного золота. Бог ищет не просто веру, Бог ищет драгоценную веру. Для того, чтобы она состоялась, Бог допускает в нашу жизнь испытания. Вера – это не что-то статическое. Если взять точку отсчета веры от покаяния, то вера, она растет. И Библия говорит, что мы должны переходить от веры в веру. И апостол Петр добавляет, говорит, достигая конца веры вашей, спасения души. Мы поем старый такой гимн – вера нас ведет до неба. Вот когда душа спасена, то цель веры, она достигнута. Но пока мы еще не спасены в полноте, потому что мы спасены в прошлом, мы спасаемся сегодня, и мы будем спасены в надежде, в будущем, пока мы не достигли этой цели. Библия говорит, наша вера должна очищаться, как золото. Людей на этой земле тянет к себе хорошая зарплата, большие деньги, золото и серебро. Но Бога это не тянет к земле, потому что Он говорит, золото и серебро – это мое, но что притягивает небеса к земле – это что? Это вера. И вот об этом немножко мы с вами размышляем. Библия говорит о том, что есть тепличная вера. Она не закаленная, она поверхностная. Это такая вера, когда она получает. И Христос говорит, вы ищете Меня не потому, что видели чудеса, правда? А что? А потому что вы наелись. В это время, в античное время, это не только была проблема евреев, это была проблема всего античного мира, и конкретно римлян. Они хотели хлеба и зрелищ. А Христос говорит, не это только должно быть в вашей жизни. Вот тепличная, незакаленная, поверхностная, такая младенческая вера, пока Бог дает, я верю. Как только пришли испытания, где Бог? Где Бог? И я думаю, что хороший пример в этом плане для нас Ио, он говорит, что Бог дал? Имеет Бог право дать кому-то что-то или нет? Имеет Бог право, суверенное право, дать кому-то дом, жениха, невесту, детей? Имеет право или нет? Имеет. Хорошо. Хорошо. А имеет этот суверенный Бог взять, сказать, отдай мне твоего Исаака? Это вопрос. Останемся с ним. Подумаем об этом. Благодать, когда мы получаем, нам очень приятно, но когда приходит благодать, которая говорит, что ты должен отдать, тогда немножко посложнее. И в этом нам помогает драгоценная вера, которая настоящая, которая переплавленная. И обратите внимание, друзья мои, Христос задает риторический вопрос в 18 главе Евангелия от Луки, следующий говорит, Бог ли не защитит избранных, вопиющих к Нему день и ночь? Вопрос риторический, ответ очевиден. Но Сын человеческий, когда придет на землю, на что? Найдет ли Он веру на земле? Мы люди, которые жили при Советском Союзе, мы знаем, что было мало христиан, мало храмов, домов, молитвы, и мы могли бы ответить и сказать, так посмотрите, сколько верующих, сколько храмов, сколько церквей. Но я думаю, что этот вопрос остается актуальным, потому что часто драгоценная вера, она не формируется там, где много людей, не под золотыми куполами, а часто драгоценная вера, она формируется в тесных обстоятельствах. И когда мы говорим о вере, я хотел бы перечислить четыре значения, потому что мы привыкли к этому, веришь, не веришь, к этому слову. Так вот, беря во внимание Ветхий Новый Завет, Писание говорит, что вера имеет много значений, я перечислю только четыре. Когда человек верит, он уповает. И Давид часто говорит, я уповаю на тебя. Если человек верит, он доверяет. Писание говорит, мы должны доверять, как дети. Если человек верит, он верный, потому что Бог верный, и в нас он вырабатывает вот это качество, верность. И четвертое, если мы верим, мы просто банально послушны. Нам не все понятно в Священном Писании, но Бог сказал, и он лучше знает. Так или нет? И мы просто послушны. Мы просто послушны. Я в этом плане слышал такое свидетельство в России, что одна женщина пришла в церковь, и она услышала вот это обетование, проповедник говорил, веруй ты, спасешься ты, и весь дом твой. А так как она жила в доме, где 16 этажей, и она думает, ну так, обетование значит обетование. Вот. Пока ей объяснили правильно этот текст, то эта новообращенная уже создала там две ячейки в этом 16-этажном доме. Вот она так буквально приняла слово, она послушалась. Поэтому, друзья мои, когда мы говорим, что мы верим, мы уповаем, мы доверяем, мы верны, мы послушны в наших обстоятельствах. В наших обстоятельствах. В нашей жизни Господь работает двояко для того, чтобы формировать наш характер. Иногда Он нас наказывает, иногда Он нас испытывает. Писание говорит, что Господь, кого любит, того наказывает. Поэтому, когда Бог наказывает, то человек задает Богу вопрос. Какой вопрос Бог задает? За что? Господь за что? Вот так как иногда мы дисциплинируем наших детей, мы говорим за что? Цель наказания в чем заключается? Исправление. Да. Мы говорим, ты должен исправиться. Но когда мы переходим на другой уровень, это вопрос испытания, то какой Богу мы вопрос задаем, когда Бог нас испытывает? Какой вопрос? Для чего? К чему? И уже цель, это не исправление, тут вопрос не наказание, а цель заключается в том, что Бог желает нас закалить, переплавить, очистить, осветить, сделать зрелыми, совершенными. И если кратко сказать, то чтобы у нас проявился образ и характер Иисуса Христа. Друзья, и поэтому мы живем в разных обстоятельствах с вами. Но каждый верующий, он подвергается испытанию. И как вы думаете, чаще Бог нас наказывает или испытывает? Конечно, испытывает. Потому что Бог, Он Бог любви, Он не желает нас наказывать, Он желает, чтобы мы выросли и созрели. Так вот, испытания, они бывают разные. В основном люди думают, что если Бог испытывает, ну там, бедностью или скорбями, вот это испытание, друзья мои, но христианская церковь в своей истории показала, что самые большие испытания, это не скорби и гонения, а процветание. Хорошее время. Церковь начала разлагаться, когда она стала государственной. Поэтому еще вопрос, что легче, что проще. Но мы с вами прочитали, что Господь испытывает нас, если нужно. Он знает, нужно, каким образом испытать. Поэтому я три момента выделил в этом плане. Есть испытания скорбями, есть испытания процветанием, хорошим состоянием, это тоже. То, что люди живут в Америке, это испытания. Согласитесь, мы знаем много историй, что многие люди не выдерживают вот этого испытания. Большие деньги, свобода, кружит людям голову, и они не справляются с этим. И третье, что бы я хотел перечислить, в нашей церкви был брат, я спрашиваю его, как у тебя дела? А у него ни скорби и ни процветания, а он говорит, болото. Это такое состояние, что ни то, ни то. Кажется, все одинаково, все серое, это болото. Так вот, проблема христиан заключается в том, что часто христиане, они сравнивают свои испытания с испытанием другого человека и говорят, а ему-то хорошо. И это неправильно. Потому что то хорошо, которое мы так думаем, если бы нам бы Господь дал эти испытания, возможно, мы бы их не выдержали. Друзья мои, каждый понесет свое бремя. Господь этим управляет. И поэтому с теми обстоятельствами, в которых мы сегодня живем, мы должны справиться на личном уровне, и не надо смотреть по сторонам. Ему легче, ему проще, может, ему еще тяжелее. Почему испытания приходят в нашу жизнь? Друзья, Бог, Он всеведущий. Неужели Он не знает меру нашей прочности? Знает или нет? Знает, что еще вот немножко надавить, и уже будет перелом. Знает это или нет? Знает. А почему все-таки испытания в нашей жизни происходят? Я думаю, что причина в том, что Бог-то все знает, а проблема в том, что мы не знаем сами себя. Наша самооценка или завышенная, или заниженная. И Бог хочет показать, какие мы настоящие. И Он говорит, посмотри. Давид молится в 138-м псалме, начинает свой псалом и предпоследний стих, и говорит, Господи, Ты испытал меня, и Ты знаешь. И заканчивает, испытай меня, и узнай сердце мое. Молится об этом человек Божий, по сердцу Божьему, но он нуждается, потому что самооценка, иногда обманывает человека. Когда мы смотрим на такие вещи, как стекло, как золото, и кажется, что это чисто, это такое блистательное состояние. Но когда вот эти вещи попадают в определенную среду, в горнило, в плавильню, то из этих вещей начинает выделяться инородное что-то. Примеси, шлаки, то, что не присуще этому металлу или этому стеклу. Друзья мои, так и в нашей жизни. Мы, кажется, все такие богобоязвенные, мы христиане, мы правильно отвечаем, мы правильно одеваемся, но когда приходят испытания, когда приходят испытания, выделяется очень много. И мы не должны осуждать других верующих, потому что мне еще добавили, я как-то говорил об этом в другом месте, и одна сестра приходит, говорит, мой зять, он плавит драгоценные металлы. Ну и что? Она говорит, вы знаете, помимо того, что там шлаки, примеси, инородное, говорит, там такой запах стоит нехороший. Поэтому иногда мы смотрим, он сегодня пришел с таким лицом, он не поздоровался. Друг мой, может он находится под давлением, может он находится в трудных обстоятельствах, займи его место и прояви понимание, сочувствие, сострадание, вводи в его положение. А Бог с ним работает, а Бог с ним работает. Поэтому Бог не гневается на нас, Он хочет перевести нас на новый уровень, чтобы мы не возгордились, дать нам духовные дары. Я думаю, это одна из причин, почему церковь сегодня не переживает многих духовных даров, потому что люди не желают идти в печь. Писание говорит, что горнило для золота и плавильня для серебра, а Господь испытывает сердце. Он говорит, я хочу, а он говорит, я не хочу, Господь. Бог говорит, я желаю, а я не хочу, но значит не будет продвижения. Дело в том, что если дать человеку духовные дары, и он не сформирован внутри, его характер, что с таким человеком произойдет? Он возгордится. Библия говорит, не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьявола. Поэтому, друзья мои, если Бог допускает определенные обстоятельства, давайте мы примем это как данность, что это для нас лучшая школа, это лучший класс, и Бог желает сделать нам тест для того, чтобы перевести на новый уровень. Обратите внимание, что в этом мире даже не пускает в серийное производство ни автомобили, ни самолеты, если они не прошли испытания. Ну, если бы вам предложили лететь на самолете самым суперсовременном, но сказали бы при этом, что 50-50, 50 на 50, что он взлетит-то точно, а вот приземлиться не совсем мы уверены в этом, вы бы сели в такой самолет? Не, мудрый человек бы не сел, он бы не рисковал ради 50%. Друзья мои, и вот в нашей жизни то же самое, Господь просто не может нас использовать иногда, потому что мы отказываем, мы не хотим испытаний, но это наша судьба, и Библия говорит, что об этом очень много и много раз. Вера драгоценная приходит из трех источников, я их перечислю. Мы знаем, вера приходит от Слова Божьего, так? Авраам поверил Богу, вера приходит от взаимоотношений с Богом, Иисус говорит, я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и вера приходит от того, что мы молимся за кого-то или за себя. Молитва, Слово и взаимоотношения с Богом. Так вот, библейская вера, она приходит от Бога и строит жизнь человека так, что в центре этой веры кто? Иисус, Бог. И говорят об этом, что эта жизнь христоцентрична. Друзья мои, но все скажут, что в моей жизни Христос занимает главное место. Все так скажут, христиане, мы к этому стремимся. Друзья мои, но именно испытания показывают на самом деле так или не так. В нашей церкви была одна сестра и она имела проблему испытания в том, что ее муж любил гулять. И она это не могла выдержать. И очередной раз он загулял и она из новобращенных пошла к гадалке. Там поворожить, я не знаю, что-то такое. Мы узнали об этом, мы с ней беседуем и говорим, слушайте, нельзя так делать. Во время кризиса вам тяжело, но надо прибегать к Богу в пост в молитву. Нельзя так делать. Понятно? Понятно. Давайте покаемся, давайте покаемся. Отреклись, все хорошо. Прошло полгода, этот муж опять загулял и наша сестра побежала туда же. Это показывает, что манифестация, заявление, исповедание, слова могут вводить людей в заблуждение, но не Бога. Мы можем говорить, но сердце-то где? Поэтому драгоценная вера, она строит жизнь человека вокруг имени Божьего. И поэтому этот человек может сказать, что имя Господа это крепкая башня. И поэтому для нас очень важно проверить себя сегодня, посмотреть на свою жизнь. Какие наши взаимоотношения? Доверяю ли я Богу? Уповаю ли я на Него? Верен ли я Ему? Послушан ли я Ему? Это очень важно. Друзья мои, самый богатый человек это человек, который имеет драгоценную веру. И кто-то сказал, что ты можешь потерять в этой жизни все, но если ты не потерял личных отношений с Богом, ты ничего не потерял. Но если ты имеешь все, кроме личных отношений с Богом, ты не имеешь ничего. Ничего. Иисус Христос однажды пришел в свой город, на свою родину, Марка 6.6, и написано, хотел кое-что сделать, но не смог и дивился неверию их. Обратите внимание, религиозный народ постоянно ходит в синагогу, слушает закон, имеет священников, ходит в Иерусалим, приносит жертвы, но на выходе, какой выход? Выход? Неверие. И это неверие, оно удивляет небеса. И есть противоположный пример, мы читаем о сотнике, написано, что услышал это, Иисус удивился и сказал, идущим за ним, истинно говорю вам, в Израиле я не нашел такой веры. Не читал закона, не ходил в синагогу, не приносил жертвы, вообще был язычником, был оккупантом, но где-то у него созрела эта вера. И Иисус говорит, я в Израиле ее не нашел. И еще пример об этой женщине, которая просила за свою дочь, а он сказал, нехорошо взять хлеб у детей. О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе пожелание твоему. Друзья мои, вот этот момент показывает, что драгоценная вера, она формируется не где-то в больших местах на конференциях многолюдных, да, там много эмоций, там много положительного, но часто вера формируется драгоценная в закрытой тайной комнате, наедине, где-то там на последнем ряду, где-то там, где люди не видят, она формируется в таких тяжелых, огненных таких ситуациях. И я для себя выписал вот этих два последних момента, где формировалась драгоценная вера сотника и вот этой женщины. Послушайте, их вера формировалась среди болезни, расслабленности, жестоких страданий и жестокого беснования. Вот где их вера формировалась. Возможно, у вас свои обстоятельства на работе, на учебе, в семье, в личных переживаниях. Друзья мои, мы можем сказать, я все равно доверяю тебе, Господь. Я знаю, что искупитель мой жив. Я не знаю, что со мной происходит, с этим миром, что происходит, что с обстоятельством происходит, но я точно знаю, что Господь контролирует ситуацию. Слава Ему! Господь формирует в нас драгоценную веру. Друзья мои, Писание говорит однажды в Ветхом Завете, три раза в Новом Завете, праведник своей верой жив будет. Не чужой. Мы, жившие при Советском Союзе, привыкли, что все совхозное, колхозное, все общее. Но Писание говорит, что ты должен жить своей верой. У тебя должны быть личные отношения с Богом. Я имею привилегию, с одной стороны, что я в пятом поколении верующий человек в Евангельской Церкви. Но я не спасаюсь верой моих предков, моих родителей. Я спасаюсь личными взаимоотношениями с Богом. Почему? Потому что это помогает мне жить. держаться на плаву. Потому что, если нет личных взаимоотношений, то неважно, в какой ты семье родился, где ты крестился, как ты себя называешь, важно, что я знаю Бога. Лично, переживая Его в своей жизни. В моей семье произошел такой случай. Моя жена была беременна третьим ребенком. Моя любимая теща работала в роддоме в это время. И жена там работала иногда. Но что-то животом делается не то. Вон в тонусе встает дымом. И она пошла туда. И в России так, как и в Украине, что если нельзя сделать что-то через парадный вход, можно сделать через запасной. Вы понимаете? Там есть знакомство, кумовство, телефонное право, так сказать. Вот. И она зашла туда, а все как бы в роддоме в поддержку ей. Все знакомые, все улыбаются, все здороваются. А доктор ей говорит, слушай, дорогая, похоже, что у тебя больной ребенок в животе. Похоже, что он будет инвалидом. И наговорила ей это та, которая как бы расположена к ней. Она приходит домой и плачет. Я говорю, что-то, говорит, что будет уродом. Принимайте какое-то решение. Я говорю, ну и что будем делать? Она говорит, пока я шла домой, я принял решение вопреки всему, я буду его рожать. Вопреки всему. В нашем маленьком городке тогда еще не было аппарата УЗИ, и мы поехали в Нижний Тагил. Приехали туда, и доктор ее посмотрел и говорит, слушайте, у вас будет третий мальчик. До этого у нас было две девочки, это был третий мальчик, и он совершенно здоров. Так как здоров? Ну, сказали, что он больной, что он будет инвалидом. Она говорит, ваши врачи там ошиблись ровно на месяц. Женщина говорит, вам уже рожать надо, поэтому у вас схватки, уже у вас тонус, уже дыбом живот, вам вот-вот надо будет рожать. И мы родили нормального, здорового, полноценного сына, он сегодня с нами. Мы назвали его Илья. И он не только полноценный, он ходил на акробатику, стоит на голове, ходит на руках, делает сальто. И в этом всем это слава Богу. Но я о другом. Две недели, пока мы не поехали в Нижний Тагил, моей жене надо было как-то жить. А как жить? Когда ты носишь в очреве, тебе сказали, что-то болезненно. И вот в таких ситуациях, когда муж не может помочь, мама, которая в роддоме, знакомые доктора, то в этом плане тебя поддерживает вера. Друзья мои, и таких примеров вокруг нас, в нашей жизни, правда же, много. Что мы можем сегодня посоветовать? Мы можем посоветовать то, что советует в нашу жизнь Дух Святой, чтобы вы были богаты верою. И когда ты во время благоприятной заботишься о своей вере, о своих взаимоотношениях с Богом, тогда, когда приходит кризис, твоя вера поддерживает тебя. Я читал об одном миссионере, и он лежит на смертном одре, и приходят родственники его, и начинает утешать. И он говорит, знаете, мне ваше утешение не надо. Послушайте, что он говорит. Он говорит, сокровенные нити, самые прочные, мне не нужны ваши внешние подпорки, чтобы поддержать мою веру, потому что моя вера поддерживает меня. Слава Богу! Поддержит ли твоя вера, когда ты попадаешь в огненные какие-то испытания? Это зависит от того, во время благоприятное ты заботился об этом или нет. Очень хороший пример в Ветхом Завете есть про Сидраха, Мисаха, Авдинага. Я скажу эту мысль, что они отвечали царю новоходоносору, нет нужды нам отвечать тебе на это. Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей царь избавит. Если же и не будет того, да будет тебе известно, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, который ты поставил, мы не поклонимся. Это молодые люди. Я был молодым, я и сейчас себя чувствую еще молодым. Это люди, которые попали в плен, мы сюда приехали по доброй воле, в основном по доброй воле. Послушайте, эти молодые люди, они остались без родины, они остались без церкви, они остались без родителей, они остались без родного языка, без культуры, можно сказать, без ничего. Больше скажу, они же называются не Сидрах, Месах и Авдинага, их другие имена, это Анания, Месаил и Азария. У них даже фамилию забрали, имя забрали, все забрали, кроме одного. Что у них не забрали? Веру в живого Бога. И когда пришел этот такой деспот и сказал, поклоняйся, а они сказали, нет, не будем поклоняться, потому что они имели правильное понимание и исповедание. Бог наш, это сильный Бог, ему слава, слава сильному Богу. И у нас есть много свидетельств, что Бог проявляет силу свою в нашей жизни. Но это не конец. Они говорят, даже если Бог не проявит свою силу, то мы лучше умрем, но идолопоклонниками не станем. Так вот, уважаемые друзья, драгоценная вера, она позволяет Богу, суверенному Богу, оставаться на своем месте. Не знаю, как часто вы думаете о том, что Бог наш суверенный, но я хотел бы вам просто сказать вот это определение. Если мы верим в суверенного Бога, то суверенный Бог делает, что хочет, когда хочет, где хочет, с кем хочет, сколько хочет, не спрашивая и не отвечая, не отчитываясь. Он на престоле, он царствует, он Бог, и он суверенен. Слава ему! Вот это суверенный Бог. Они говорят, мы верим всемогуществу, мы знаем, что он может самого Новохадоносора бросить туда в печку, но если даже этого не будет, то мы ему доверяем и они пошли в печь. И теперь небольшая математика. А их пошло сколько в печь? Трое. А он смотрит, а их там сколько? И когда он покаялся, вышло сколько из печки? А где один? Где один? Об этом мы можем рассуждать по-разному. Скажу только свою мысль о том, что он там остался. Потому что он знал, что будут люди, которые будут верить в него в Сейлами, в других местах, и они будут попадать в ту же огненную печь. И когда ты туда попал, он говорит, я уже здесь. Я уже здесь. Ты спрашиваешь, где Бог? Он с тобой. В твоих обстоятельствах, в твоих испытаниях. И поэтому, будешь ли переходить через воды, я с тобою. Через реки ли, они не потопят тебя, пойдешь ли через огонь, не обожжет тебя, и пламя не опалит тебя. Слава Богу! Друзья, давайте мы примем наши обстоятельства, не как гнев Божий, не как суд Божий, но как нашу возможность, что с Богом мы сможем пройти через эти обстоятельства, и Бог будет прославлен. Одного человека, который плавил драгоценные металлы, спросили, откуда вы знаете, что золото, серебро или другие металлы чистые? Как вы определяете? У вас есть какой-то прибор, нет прибора, а как вы определяете? Он говорит, я долго плавлю и смотрю. Ну, когда наступает тот момент, когда вы знаете, что металл чистый? Он говорит, в один момент, когда я прихожу и вижу свое отражение в этом металле, я понимаю, что он чист. Мы с вами вручили нашу судьбу вечному Богу, и я уверен, что он не остановится до времени, пока в каждом из нас явно не отразится образ Иисуса Христа. Аминь.